Человек без прошлого, как дерево без корней. Эту истину знают все, но лишь немногие учитывают ее в повседневной жизни. И Алихазрат Хабибуллин, заместитель директора Медреса Шейхсаид, кандидат исторических наук, один из этих немногих. Именно поэтому история его малой родины легла в основу очередной его книги. Толщиком для создания книги это, прежде всего, это любовь к нашей истории, к родному селу, потому что для нас, для мусульман, для татар в частности, история села, того или иного села, которое называемое Овел, очень значима, поскольку здесь сохраняется на протяжении веков наши традиции, культура, язык сохраняется. Презентация книги состоялась в минувшие выходные в Универсальной научной библиотеке. Алтата – небольшое татарское село на карте Саратовской области. В конце XIX века там проживало более двух тысяч человек и функционировало пять мечетей. Сейчас жителей всего около пяти сотен, но они усердно берегут язык и традиции. Очень важно, что эта книга, которая, иншаллах, уверен, поднимет вот такой дух патриотизма по отношению к своему народу, алтатинцев, потому что это и нас побуждает. Мы действительно, я очень горд тем, что, алхамм, эта книга написана, к сожалению, я еще не успел ее прочитать. Обязательно это сделаю и надеюсь, что действительно этот труд станет вот таким вот зарядом для не только молодых людей, но и для тех, кто уже состоялся. И очень важно, чтобы это действительно был и зарядом, и маяком для наших последующих поколений. На мероприятии собрались все те, кому не безразлична история народа в Саратовской области. Гости, среди которых были известные историки и медийные личности, отмечали, что подобные работы вносят большой вклад не только в сохранение культуры, но и в целом повышают уровень патриотизма. В первую очередь, хотел бы выразить славу благодарности автору книги Алих Азратов. Сегодня, как никогда, важно проводить подобные мероприятия, направленные в сохранение межнационального мира, тем более в нашем многонациональном регионе, в котором проживают представители более 160 национальностей. Хотел обратиться к тем представителям молодежи, которые здесь присутствуют. Сегодня очень важно знать историю своей страны, своей малой родины, быть патриотом. Материалы для этой книги Алих Азрат собирал несколько лет. Это не первая его работа. Предыдущая была посвящена роли мусульман в Великой Отечественной войне и вышла в 2015 году. И не последняя. В планах у историка написать большую книгу об истории мусульман региона. Юлия Цветкова, Рануша Воян, Павел Ёлочкин. Специально для НУР-ТВ.